привет всем в этот раз никаких слайдов так что я избавлю вас от этого испытания кто из вас слышал о биткоине до сегодняшней сессии окей почти все хорошо с пиаром у нас все в порядке а кто из вас имеет или использовал биткоин окей значительно меньше людей теперь если вы никогда не использовали биткоин то у меня есть обещание от следующих двух выступающих после меня а также я будем очень рады вам помочь в установке кошелька биткоин подходите ко мне после этой беседы мы настроим вам кошелек и дадим немного биткоина и и поможем вам его попробовать биткоин лучше попробовать чем о нем слушать но я вам не дам целый биткоин потому что сейчас он стоит довольно много денег скорее я вам дам фунт стерлингов в виде биткоина и вы можете подумать фунт в биткоине что с этим фунтом можно будет сделать что ж с одним фунтом выраженным в биткоине вы можете сделать около 50 транзакций и это позволит вам намекнуть о том что можно делать с биткоином и что буквально невозможно сделать с помощью любой другой системы и так что такое биткоин я не буду пытаться объяснить это за 15 минут я написал книгу отвечающую на вопрос что такое биткоин состоящий из 300 страниц которая устарела на момент ее издания и которую нужно обновлять и корректировать каждые три месяца для того чтобы угнаться за объяснением что такое биткоин если вы увлечетесь биткоином то вы быстро поймете что в большинстве это совсем не то что вы ранее о нем думали это гораздо большее и значительно отличающиеся от того что вы думали многие люди кто познакомились с биткоином описывают свой опыт кролищей норой вы сразу же оказываетесь под влиянием эффекта когда вы ощущаете что происходит что-то очень особенное что-то совершенно невероятное и вы начинаете читать о биткоине становитесь одержимым читаете еще больше после чего начинаете раздражать своих друзей и семью начинаете говорить об этом на вечеринках на ужинах и ваша вторая половинка такая о боже опять этот разговор о биткоине затем вы становитесь действительно одержимы и вы читаете об этом месяц и месяц за месяцем вы не успеваете поесть погружаясь еще сильнее это происходит с очень многими людьми кто погружается в биткоин и причина в том что биткоин не очередное дополнительное улучшение это не платежная сеть биткоин является одним из фундаментальных преобразований основанных на деньгах а что такое деньги так как это становится основной тема в разговоре когда вы говорите с людьми о биткоине понимая что большинство из них не знают что такое деньги мы их ежедневно используем но до сих пор многие не понимают как они работают мы думаем что мы понимаем но попробуйте это объяснить пятилетнему ребенку и вы быстро поймете ограниченность ваших знаний о деньгах среднестатистический человек не может ответить больше трех вопросов от пятилетнего ребенка о том что такое деньги вы быстро подходите к такому вопросу как мама а почему мы не можем иметь больше денег кто делает деньги из чего они сделаны и большинство родители после примерно трех вопросов возвращаются к старому доброму приему иди делай свои уроки в итоге разговор завершается сколько лет деньгам как технологии им не тысячи лет им сотни тысяч лет и одной из причин того что мы не знаем сколько деньгам лет в том что наше каждое археологическое открытие подтверждает наличие денег бусы перья камни мы видели четыре крупные трансформации того что подразумевалось деньгами от физических объектов таких как бусы и перья до сплющенных драгоценных металлов которые появились примерно 5-6 тысяч лет назад а после чего спустя годы они распространились по различным цивилизациям включая грецию откуда я сам и после этого у нас стали появляться доказательства наличия бумажных денег являющихся абстракцией этих драгоценных металлов а затем в 1930-х 40-х годах мы полностью ушли от драгоценных металлов перейдя полностью на бумажные так как они более удобны затем в 2008 появился биткоин и многие люди посмотрели на биткоин скажут это платежная система это валюта это не такая и большая трансформация но такое восприятие ошибочно биткоин это фундаментальная трансформация буквально каждого аспекта денег это самая абстрактная форма денег который когда-либо существовала правда название ужасно так как и содержит в себе слово коин монета а монета это не более физическая форма который можно представить а биткоин это наименее физической формы которую только можно представить и это может запутать биткоин не валюта и биткоин не платежная система биткоин это протокол и сети-центрическая платформа для журналирования собственности и доверия на одноранговой основе. Да, это много смешных слов, но по сути это означает, что говорить о биткоине, что это валюта, то же самое, что о интернете, что это электронная почта. Валюта – это всего лишь первое приложение. Если у вас есть платформа, позволяющая записывать собственность и доверие, то первый вид активов, который вы, очевидно, первым впишете в эту бухгалтерскую книгу – это деньги. Это наиболее очевидное приложение, но это всего лишь начало. Биткоин – это не деньги для интернета. Биткоин – это интернет денег. И валюта – всего лишь первое приложение. Почему так сложно уловить, что такое биткоин? Потому что он изменяет многие из фундаментальных аспектов денег. И меняет сильно. И объяснение того, что такое биткоин, со временем меняется. Когда я объяснял, что такое биткоин в первый раз, я столкнулся с отрицанием. Люди мне говорили, биткоин – это не настоящие деньги. Я читал серьезные научные статьи, целая диссертация о том, почему биткоин – не настоящие деньги. И при этом я уже жил, используя только биткоин, два года. Мой личный опыт был полностью противоположен тому, что биткоин – не настоящие деньги. Так как, если я могу использовать его для покупки вещей и услуг, то это деньги. Если я получаю оплату за свои услуги, которые предлагаю, то это деньги. Так что отрицание было первой реакцией. Затем приходит злоба. Да, биткоин – это именно то, что связано с оборотом наркотиков. Террористами, педофилами, преступниками. Во время радиоэфиров люди меня спрашивали, являюсь ли я драгдилером. Когда я им пытался объяснить, что такое биткоин. Они не спрашивали у банкира HSBC, является ли он отмывщиком денег. Но спросили меня, являюсь ли я драгдилером. Немного странно. Итак, что у нас за злостью? Торг. Что ж, мы достигли стадии торга. Биткоин действительно подрывной. Биткоин действительно странный. Биткоин действительно другой. Так что, давайте попробуем его привести в порядок. Давайте попробуем сгладить острые углы. Давайте попробуем сделать его более приемлемым для регуляторов. Более удобным для главкорпораций. Выйдем за пределы биткоина. Освободив всю силу блокчейна. Биткоин – лишь бестолковая валюта. А действительно важная вещь – это блокчейн. И теперь мы проходим через великолепный опыт маркетингового отбеливания. Когда мы делаем вид, что то, что мы хотим – это разрушение. Это модное слово того времени. Разрушить. Мы хотим разрушить нашу отрасль. Мы хотим разрушить нашу собственную компанию. Прямо изнутри. Мы хотим изменить подход к банковскому делу. Серьезно? Отлично. Позвольте рассказать о биткоине. Открытое. Децентрализованное. Изобретение, не требующее разрешений. Абсолютно безграничное. Идентификация и KYC не станет. И не сможет. Это не баг, это фича. Контроль? Нет. Невозможно. И это не баг, это фича. Хотите разрушений? Получите. Радикальное разрушение. Абсолютно децентрализованные деньги без границ. Что ж. Успокойте вашего Че Гевару. Мы сказали разрушение, но мы не имели такое разрушение. Как насчет того, что мы возьмем это значительно децентрализованное и совершенно открытое, безграничное, сетецентричное, неуправляемое, без каких-либо посредников изобретения и добавим немножко контроля. Немножечко его централизуем. Может быть, добавим KYC. Затем переименуем в блокчейн. И теперь начнем в это инвестировать. И если вы посмотрите на компании, которые инвестировали в биткоин, это те, кто никак не связаны с блокчейном. Это компания, создающая централизованные банковские услуги с биткоином, без какого-либо эффекта блокчейна, без какой-либо децентрализации и без использования этих прорывных технологий. Биткоин – это не плавный джаз. Биткоин – это панк-рок. Живите с этим. Он подрывной. И причина, почему он подрывной, именно в том, почему его так сложно проглотить, завернув в традиционные инвестиционные термины. Биткоин является первой совершенно децентрализованной международной платформой для обмена ценностью. У него нет границ. Ему все равно, нравится ли вам транзакция или нет. Он полностью основан на математической проверяемости. Это интернет. Высвобожденный. Не приукрашенный. Не отполированный. И не поддающийся цензуре. И если вы не сможете проглотить эту пилюлю, то появившийся стартап, который, используя эту инновацию, разрушит вашу отрасль. Так как он эту пилюлю проглотить смог. И по факту, как мы и видели на примере интернета, когда крупнейшие телекоммуникационные компании хотели управлять, отполировать и сделать интернет милым и уютным, и придумали ISDN. Или, скажем, цветные факсы. Или CompuServe. То несколько более мелких компаний, понимая, что не смогут соперничать на этом игровом поле, взяли интернет и, используя его как троянского коня, разрушили всю телекоммуникационную отрасль. Они использовали преимущество первого движения. Если вы думаете, что компании, использующие биткоин, будут получать банковскую лицензию, слушаться регулирующие органы и делать что-то мягкое, для того, чтобы получить возможность войти в окружение розничной торговли, то вы упускаете суть. Биткоин – это про другие 6 миллиардов. Биткоин – это о тех, кто не имеет доступа к банковским услугам. И безгранично. Биткоин – это подрыв. Это подрыв масштаба, который большинство людей даже не начали себе представлять. Так что, если у вас есть стартап, то поймите, что отсутствие банковской лицензии – это преимущество у биткоина. Биткоин решает финансовую проблему потребителей номер один. Как много потребителей вы слышали, которые говорят, «Хей, знаешь, я сейчас обслуживаюсь в банке Ллойд, но я серьезно задумываюсь, чтобы перейти в Барклейс, так как у них очень основательная программа KYC. Я беспокоюсь, что случайно могу начать отмывать деньги. Так что хочу быть уверенным, что я защищен их отделом по соблюдению соответствия». Потребители беспокоятся о воровстве персональных данных, что распространилось по отрасли как чума. И причина, что она распространилась как чума, в том, что информация, которая позволяет идентифицировать пользователя, должна быть собрана каждым посредником для каждой транзакции и скопленно создавая эти невероятные медовые горшочки, привлекающие хакеров как мух. И вы не можете защитить эту информацию. Если говорить реалистично, никто не может защитить эту информацию. Банки не могут защитить эту информацию, розница не может защитить эту информацию, выпускающие кредитные карты компании не могут ее защитить, НАСА не может защитить эту информацию. Правительство США не смогло защитить данные по допускам к секретной информации и сопутствующую этому информацию на предоставление доступа к секретной информации. Это буквально вся информация о наркотической зависимости, уголовных судимостях, сексуальных извращениях по каждому сотруднику американского правительства, кто получил доступ к секретным данным. И если они не защитили эту информацию, вы думаете, они защитят мой номер социального страхования? Или дату рождения? Не обманывайте себя. Единственная возможность защитить персональные данные – это не собирать эти данные. И знаете, что биткоин по своему дизайну с самого первого дня решает проблему кражи персональных данных, строя доверие на проверяемой транзакциональной математике, на программных деньгах, на возможности создания автономного условного депонирования и проверки транзакций без посредников. И в такой среде идентификация для доверия не нужна. В итоге у нас с вами один из самых больших прорывов в платежных системах, которые мы видели за последние 50 лет. И каков на это будет наш ответ? Мы пытаемся натянуть KYC на биткоин и сказать, «Хей, давайте начнем собирать информацию о всех, кто использует биткоин на биржах. Угадайте, что будет потом? У вас есть полностью открытая децентрализованная сеть». Это все равно, что проверять билеты на двух входных дверях стадиона Уэмбли из 100 имеющихся. И удивляться, почему все люди, у которых нет билетов, используют оставшиеся 98. Если вы делаете KYC на бирже, то все сходится к тому, что вы следите за невиновными и идиотами, так как это единственные, кто будут использовать биржи. Итак, у вас огромный медовый горшок с информацией о наблюдении невиновных и идиотов, и вы подвергаете опасность приватную информацию, буквально каждого пользователя, в то время как совершенно ничего не достигая, с точки зрения ограждения спонсорства, криминальной активности. Биткоин не будет укращен. И вы не сможете выйти за пределы биткоина, чтобы высвободить силу блокчейна. Сам по себе блокчейн – технология скучная. Это бухгалтерская книга, медленная база данных. Она вполне быстрая, но только медленная и распределенная. Но чем действительно интересен блокчейн – это возможности полностью децентрализованного консенсуса. Система, не требующая посредников, не требующая доверенных третьих лиц, где у транзакции есть только два участника – это отправитель и получатель, и никаких контрагентов. Где транзакция проверяется сама по себе, без необходимости обращаться ко властному органу. Это революционная сила биткоина, являющаяся подрывным изобретением. Банковская сфера изменилась в 2008. И если вы думаете, что конечным результатом этого будет возможность каждого запустить на своем смартфоне банковскую службу поддержки клиентов, то вы упускаете суть. Десять лет спустя обычный десятилетний сможет запустить на своем смартфоне сеть SWIFT. Он сможет быть банком и компанией-брокером на своем смартфоне. К моменту, к которому сейчас они разрешают 16-летнему открыть в банке счет, они уже, вероятно, проведут лет пять, используя биткоин на ежедневной основе в виде валюты. Так как в глобально объединенном мире кредитные карты для меньшинства недоступны, и все кончится использованием биткоина. По факту мы это уже наблюдаем. Так что к моменту открытия счета в банке он уже лет шесть будет использовать биткоин. Попробуйте им объяснить, что значит необходимость трех-пяти рабочих дней для клиринга чека. Попробуйте объяснить им, что значит чек. Попробуйте объяснить необходимость оплаты пяти фунтов, чтобы держать ваш счет с вами. Попробуйте объяснить, что значит комиссия за овердрафт. И пока вы с ними общаетесь, вы также можете им продать стационарный телефон или факс, так как вероятность того, что они его заимеют, такая же, что и они откроют счет в банке. Технология блокчейн будет очень полезна для банков, чтобы избавиться от клиринговых палат, систем расчетов, которые предлагают централизованный контроль над клирингом транзакций, клирингом акций и клирингом ценных бумаг. Она позволит сократить затраты на выполнение этих вещей. Она позволит изменить финансовое уравнение для расчетов и клиринга на глобальном уровне. Но это не революционно и не подрывно. Биткоин предлагает возможности получить банкинг, используя фичерфон через SMS. В мире больше людей, имеющих доступ к фичерфону и SMS, чем людей, имеющих доступ к чистой питьевой воде. Каждый из этих телефонов, отправляющих текстовый SMS, может стать самостоятельной станцией по выдаче кредитов, терминалом Bloomberg, терминалом SWIFT банковской системой и может обслуживать клиентов, которые подключены к нему с другими телефонами. В мире существует 6 миллиардов людей, не имеющих доступа к международному кредиту, международной ликвидности, международным акциям или возможности осуществлять обмен валют через границы для существования импорта и экспорта, что является ограниченными возможностями привилегированного меньшинства. Биткоин может обеспечить банковский сервис не путем предоставления этих услуг тем, кто не может их получить, а путем лишения банков всех нас. И биткоин может сделать это либо под флагманским названием биткоин, либо под любым другим именем, которое мы хотим использовать, чтобы сделать его более привлекательным. Но лежащее в основе изобретение полностью децентрализованного протокола для работы денег уже здесь. Оно случилось в 2008-м. И никуда не денется. И когда вы в следующий раз увидите эту статью в финансовой новостной газете, которая говорит вам «Биткоин умер, потому что его цена обрушилась», не это ли конец биткоина? То зайдите на сайт некрологи-биткоина.ком, там появились еще 150 некрологов, написанных для биткоина с 2010-го. Потому что одно делает биткоин. Он отказывается умирать. Это безжалостная аномалия. Это инкубатор черных лебедей. И причина, по которой он отказывается умирать, в том, что у него нет центра. Там нечего извлекать. Там некому складывать полномочия. Там нечего выключать или фильтровать, или контролировать. Потому что он полностью децентрализован. И на это требуется время, чтобы понять. И если вы хотите принять участие в одной из самых прорывных технологий, в одном из самых захватывающих технологических окружений, в одном из самых удивительных изобретений в компьютерной науке за последние несколько десятилетий, то ключевым направлением является децентрализация. Не ошибитесь, игнорируя подрывной потенциал биткоина, погрузившись под воду, аналогично Компьюсерф, плавному джазу, его мягкой версии, которую приятно и легко наблюдать в кабинете совета директоров. Потому что, столкнувшись со стратегическим и массивным разрушением такого масштаба, вы можете стать одним из двух. Вы можете стать блокбастером, а можете стать Нетфликсом. Вы можете быть BlackBerry, а можете Apple. Или кодек. И вот почему биткоин является важной вещью, а не блокчейн. Спасибо. Бат. АПЛОДИСМЕНТЫ